В этом году наши дошкольные и образовательные учреждения были неоднократно отмечены в различных престижных списках. Топ-100, топ-200, национальное достояние. По каким критериям они оцениваются и на что в первую очередь обращают внимание? Действительно, нам очень приятно радоваться вместе с родителями, с детьми, которые показывают хорошие результаты учебной деятельности. И, соответственно, в проводимых различных конкурсах наши школьники и, прежде всего, образовательные организации получают признание. В число 10 лучших субъектов Российской Федерации входит Чувашская Республика по качеству образования, которое дети получают в независимости в село или город. И нас радует, что из года в год количество школ, которые попадают в эту первую десятку, растет. Здесь, прежде всего, основной критерий – это качество образовательной деятельности, которую они реализуют, и количество детей, которые обучаются в этих школах. Ну, соответственно, качество меряется не только учебными достижениями этой Олимпиады, это и внешкольная деятельность. И это независимая оценка, которая производится экспертами, и, соответственно, выставляются баллы. И вот выстраивается рейтинг и среди школ отдельно, среди детских садов. И поэтому мы рады двойне за наших родителей, чьи дети учатся в этих школах, потому что, действительно, здесь хорошие коллективы. Это образцы для того, чтобы другие подтянулись на уровень этих школ. А кто оценивает учебную деятельность, олимпиадную деятельность школ? Кто на всероссийском уровне оценивает? Ну, вот эти результаты, где наши школьники проявляют свои способности, они публично везде озвучиваются. А экспертное сообщество, эти результаты просто берут из сайтов, из показателей проводимых конкурсов, в том числе ОГЭ, мы говорим, вот то, что связано с проводимыми измерениями учебных достижений наших детей, они все потом суммируются и, соответственно, выставляются баллы. То есть тут такой некий синтез, тут должна быть не только учебная деятельность, но и хорошая информатизация в учебном заведении. Ну, да, соответственно, информацию мы доносим, и она протокольно везде всегда оформляется, открыто, публично. Ну, и у нас неоднократно во всех топ-100, топ-500 появляются сельские школы. И не только появляется, их количество растет, почти два раза выросло за последний год, и это говорит о том, что проводимая в свое время модернизация системы образования, оптимизация сети, создание лучших условий на базах в школах, в сельской местности, они дали результат. Здесь большее количество детей, во-первых, во-вторых, профильные классы появились, и вот это как раз дает результативность на выходе. Ну, и, наверное, вот приближается сейчас итоговая аттестация в 9-11 классах, и, наверное, результаты этой аттестации тоже как-то будут учитываться в следующем, при составлении следующих списков, следующих рейтингов. Как в этом году будет организована итоговая аттестация, будут ли какие-то новинки в организации? Ну, начну с конца, если вы позволите. Действительно, в организации проведения ЕГЭ, ОГЭ, но ЕГЭ, как правило, у нас родители лучше воспринимают, никаких больших изменений нет. Вот это самое главное, ключевое. В тех же форматах, в те же предметы, несколько, правда, улучшается тестовое задание, то есть не будет по выбору ответов, допустим, предметов, чтобы не было возможности, или была, точнее, скажем так, возможность. Угадайка. Да, ну, угадайка, называемая, была возможность продемонстрировать все это реальное знание. Это вот первое, больших изменений нет. Второе, очень важно, что результаты ЕГЭ, ОГЭ, они не являются самоцелью или не столь влияют на результативность или показатели школы, о чем мы только что говорили. Это одним из критериев оценки результативности деятельности школы, и ни в коем случае мы даже запрещаем рейтинговать наши школы по результатам ЕГЭ. Это вредно сказывается на имидже учителя, вредно сказывается на деятельности школы, и поэтому для нас важны эти результаты, чтобы использовали эксперты для оказания помощи тем школам, которые в этом нуждаются, у которых, к сожалению, результаты могут быть ниже, чем у других. Поэтому у нас не только 10-й, вернее, 11-й и 9-й класс проводятся, как, скажем, итоговая оценка результатов, и 4-й класс. Вот сегодня, а точнее, да, сегодня наши детки с 4-й классики пишут диктант, допустим. И для нас очень важно, чтобы эти результаты оценивали эксперты, давали соответствующие рекомендации учителям там, где нужно улучшать нашу работу. То есть, конечный итог, ребенок должен дальше развиваться, этого надо стимулировать, мотивировать, и прежде всего мотивировать надо учителя в плане оказания помощи в том числе. Поэтому для нас принципиально важно не сам механизм, как проводится, а нас важно, как этот полученный результат дальше управленцы, директора школы, учителя будут использовать в своей работе. Вот ключевое вот это. И мы еще вообще дальше, эту тему хочу, если продолжить, мы хотим, чтобы на входе 1-й класс ребенок оценил свой уровень учебных достижений. На входе 5-й класс еще раз проверил, на что он готов и как ему дальше идти. Это нужно для того, чтобы учитель увидел проблему ребенка, помог ребенку дальше идти. Или наоборот, его какие-то сильные стороны, чтобы дальше развить. Да, конечно. Очень важно еще сильные стороны увидеть, соответственно, поддержать ребенка. Вот это самая основная задача проводимых тех мероприятий, о которых мы только что сейчас сказали. Ну и вообще говорят, что оценка, особенно оценка на ЕГЭ, конечно, это не самоцель. Самоцель это, конечно, знания в первую очередь, которые будут пригодиться в будущем. Ну и, насколько я знаю, в Чувашии всегда очень серьезно относились к участию во всероссийских олимпиадах, вообще в олимпиадах различного уровня. Как у нас в этом году этот показатель? Сколько участвовали в олимпиадах? Какие результаты у нас показали школьники? Ну, вы знаете, что последние годы очень высокая динамика результативности участия наших школьников на всероссийских олимпиадах по предметам. Мы выросли почти три раза, и в прошлом году достигли вот таких хороших показателей, что нас отметили и на российском уровне. Мы шестые в России по результатам олимпиад, попадаем в лучшую десятку. Но для нас важно еще сохранить вот эту тенденцию, поддержать творческих способных наших детей. А это еще стимулирует труд учителя. Он тоже не стоит учитель на месте, соответственно, будет вместе с ребенком развиваться. Уровень будет его педагогической квалификации расти. И в этом году нам отрадно доложить, уже результаты подведены, что мы не снизили, ну, сохранили на прежнем уровне результаты достигнута прошлого года. И самое приятное, что глава республики своим указом, и сегодня уже есть распоряжение правительства, есть стимулирование учителей, преподавателей, подготовивших таких выдающихся наших детей. Ну да, в своем послании Михаил Васильевич как раз дал поручение Министерству образования, что учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиад, будут стимулироваться. Вот какие условия и от чего зависит размер дополнительной выплаты, что ли, как-то премии, можно сказать? Ну вот до этого, во-первых, не было такой поддержки, до этого была система стимулирования через оплату труда педагогов, которые действительно проводили занятия, мы это занятие оплачивали, правда, небольшие суммы, но это тоже какая-то была поддержка. Но в этом году действительно нас обрадовало, и меня прежде всего зал, кстати, если помните, на послание аплодировал, для меня была еще более приятная такая неожиданность, и это поддержка учителей, талантливых учителей. Вот талантливый учитель, только талантливый учитель может сопровождать или рождать талантливого ученика, и то, что вот 250 тысяч получит учитель, который подготовил победителя олимпиады всероссийской, это хорошая поддержка, это не один учитель, это команда работает, и мне кажется, вот здесь получат тот учитель или те учителя, которые ребенка, или вот в данном случае нашего победителя подготовили. Ну и призеры 150 тысяч тоже получат, призеров у нас достаточно много, в этом году 39 призеров, и поэтому эти учителя, педагоги, которые работали с этим учеником, получат соответствующее вознаграждение благодаря вот указу и тем распоряжениям, которые глава республики Михаил Сельевич сделал. Ну еще, я насколько знаю, у нас есть гранты учителям на развитие, на собственное развитие, на самообразование какое-то, ведь тоже действует эта программа поддержки? У нас несколько программ поддержки талантливых учителей, это вот начну с другого, это конкурс учителей, учитель года, воспитатель года, психолога года, у нас достаточно большое количество номинаций уже в республике сформировалось, где действительно талантливые учителя соревнуются между собой, выявляют таланты, обучают друг друга, обучаются сами в процессе конкурса, и здесь тоже материальная поддержка есть. Кроме этого, есть поддержка грантовая, о чем вы только что сказали, наиболее проявившим свои способности в этом году учителя тоже, они в августе на августовской конференции из рук главы Чувашской республики получат соответствующие денежные выплаты и соответствующие призы. Спонсоры, кстати, здесь очень активно участвуют, ежегодно, им тоже хочу сказать слова благодарности за то, что не только бюджет, не только республика со своей стороны поддерживает через финансирование, но и вот очень приятно отметить, что каждым годом растет число бизнесменов и предпринимателей, которые хотят талантливых учителей поддержать через подарки различные. — Владимир Николаевич, ну вот вы уже сказали, что у нас благодаря развитию профильных классов, профильных направлений увеличивается количество призеров, победителей Олимпиад. Наши школы попадают в различные престижные списки. У нас продолжится направление профильное? И какой профиль может быть у нас в приоритете сейчас? — Ну, наверное, вот так однозначно сказать, какой-то приоритет очень сложно. Единственное, о тенденциях, наверное, нужно сказать, потому что профильное обучение начато десятилетиями давно уже в Сувашской республике. Республика выступила пионером в этом движении. И здесь результатом профильного обучения явилось то, что 10 класс после 9-го идут люди, старшеклассники, большей части уже осознанно для получения высшего образования. И те, которые идут в техникуму, они тоже идут осознанно для получения профессии, и через эту техникуму идут уже для получения высшего образования. То есть разные траектории для разных детей. Основная задача — дать нам возможность выбора. Выбора пути, траектории дальнейшего движения в старшем звене. Профильные, если говорить, классы. У нас одно время были, конечно, очень популярные гуманитарные профили. Сегодня тенденция, все-таки мы ставим задачу развития инженерно-технических классов, развития физико-математических школ, медицинских классов. Для нас важно не обмануть выпускника школы на выходе с выбором профессии. Профессия должна быть, во-первых, конечно, по душе, во-вторых, может быть, династия уже сложилась какая-то. Ну и в-третьих, очень важно, чтобы трудоустроиться мог ребенок. Желательно еще в нашей республике, это было бы вообще великолепно. Поэтому мы ориентируем на те профессии, которые сегодня в республике востребованы, которые создают экономику и развивают экономику Чувашской республики. Но, соответственно, от этого зависит бюджет, и, соответственно, оттуда зависит и как раз формирование бюджетных расходных обязательств Чувашской республики в части образования, финансирования системы образования. Вы знаете, система образования финансируется достаточно неплохо, одна треть бюджета идет на... Конечно, денег никогда не хватало, но одна треть бюджета идет на образование. Ежегодно, ежедневно 60 миллионов вливает и идет на обеспечение образования наших детей. Ежедневно. Владимир Николаевич, ну цифра, конечно, замечательная, 60 миллионов в день. Но еще касаясь бюджета, недавно было озвучено, что в республику пришли средства из федерального бюджета, в том числе на образование. Вот какие это средства и на что мы их будем тратить? Ну вот здесь, на что я хочу прежде всего обратить внимание наших телезрителей, вот формирование, или точнее создание условий для развития наших детей идет по нескольким источникам, это муниципальные, это содержание зданий, сооружений, создание благоприятных условий, санитарно-гигиенических в том числе. Республиканский бюджет берет на себя обеспечение образовательной деятельности. Это оплата труда преподавателей, это закупка учебно-наглядных пособий. А федерация позволяет нам реализовать отдельные проекты. Вы помните, первый проект, 11-13 год, мы модернизацию системы общего образования провели, соответственно, отремонтировали часть школ, обеспечили ФГОС, материально-техническую базу учителей начальных классов. Потом детские сады, проект, опять федерация вкладывала свои деньги, соответственно, республика выкладывала свое финансирование, мы 45 детских садов построили. Новый проект начинается с этого года, 16-го года, это строительство детских, строительство школ. Задача основная, в ближайшее время надо снять проблему второй смены, соответственно, модернизировать систему общего образования, систему образовательных школ в среднем звене. И, конечно, пришли деньги федеральные, достаточно существенная поддержка для республиканского бюджета. Это 583 миллиона, чуть с небольшим. Это на строительство школ, в том числе, вот в части ремонта школ, которые гордят Шбоксары, для того, чтобы действительно, вот о чем я говорю, чтобы дети все наши учились в одну смену. То есть, получается, 583 миллиона будут направлены на строительство двух школ, на ремонт школ в городе и на ремонт спортивных... Не совсем так. Не совсем так. Вот эти школы федеральные, прежде всего, идут на строительство только одной школы, это школа Гладкова, которая сегодня строится, и задачу ставим, чтобы мы его в строительную норму уложились и сдали срок. Но параллельно муниципальный бюджет города Шбоксары и республиканский бюджет финансирует ремонт, частью софинансирования ремонт бывшего лицея Лебедева. Вы помните, очень такая тема была сложная, много обсуждалось, политизированы, разные точки зрения были. Мы, наконец-то, нашли возможность и возвращаем это здание в школу, 500 мест будет создано 1 сентября. И вот юго-западный район, где дети сегодня, действительно, очень напряженная ситуация, вторая смена самая высокая, мы часть разгрузим в этом году уже. То есть, вторые смены мы ликвидируем, стараемся ликвидировать в школе. Еще недавно была такая, достаточно, может быть, щепетильная тема, но, наверное, очень важная, это создание санитарно-гигиенических условий для сельских учеников. Вот на это будут средства выделены? И сколько мы будем, в скольких школах будут созданы цивилизованные условия, скажем так? Ну вот, в сельской местности два проекта параллельно реализуются, о них я вместе хочу сказать, как раз на ваш вопрос отвечая. Первая тема – это создание санитарно-гигиенических условий в сельских школах, где дети сегодня вынуждены ходить зимой, в плохих условиях, в туалеты, на улице. Это очень плохо, это прошлый век, и это стыдно. И поэтому Михаил Васильевич поставил задачу. И при том, это делается за счет республиканских денег, 60 миллионов, несмотря на сложности в бюджете, нашли. И сегодня уже перечень школ сформирована, и мы в этом году все-таки 62 школы хотим создать в 62 школах, чтобы дети ходили в гигиенические условия были созданы прямо внутри, теплые туалеты, горячая вода и все остальное. То есть это самые современные условия должны быть в сельском местности. До 1 сентября 62 школы. До 1 сентября. Серьезная задача. Очень серьезная задача. Еще очереди ждут еще определенное количество, больше 50 школ своей участи. Эту тему тоже мы будем снимать. Вообще глава республики ставит задачу в ближайшие, короткие сроки эту тему снять и забыть как историческую, прошлое, чтобы потом вспоминать как, ну как, скажем, анахронизм, который мы пережили, и, слава богу, она не возвращается. Вторая тема очень интересная. Она уже развивается, реализуется в республике не первый год. В этом году спортивные залы сельской местности также будут ремонтироваться. И мы ставим задачу 28 спортзалов отремонтировать, и за 3 года у нас станет ровно 100 спортзалов отремонтированных. Это тоже такая красивая задача. Притом это не просто вот ремонт спортзалов. Конечной селью является охват наших детей занятием спортом, клубным движением, спортивным клубным движением, общественными организациями, связанными с спортом. Это вот тоже радует, что количество детей, занимающихся спортом, из года в год растет. И норма ГТО, которую дети сдают, я думаю, наши школьники будут из года в год сдавать их лучше, потому что условия будут создаваться. Владимир Николаевич, ну и в преддверии лета, летнего отдыха, давайте поговорим о загородном отдыхе. Я так понимаю, что Министерство образования сейчас готовит педагогические кадры для загородных лагерей. И вот как происходит подготовка? Что делается, скажем так? Ну, я начну, наверное, с неприятного все-таки момента. Каждый год у нас возникают проблемы, и точнее недовольство наших граждан с путевками, которые мы реализуем для организации летнего отдыха. Вот, к сожалению, на данный момент мы не можем всех обеспечить желающих льготными путевками. Проблемы вообще приобретения путевок нет. Количества мест в загородных лагерях достаточно, чтобы могли все желающие отдохнуть. Но другое дело, что их стоимость не всех удовлетворяет. 13,5 тысяч, по-моему, в этом году. Да, в этом году. И все-таки люди стоят в очереди, записываются. Вот недавно проводили записи, электронные записи. Школа. На льготные путевки. И я думаю, вот эту сеть загородных лагерей нужно нам дальше развивать. Соответственно, проводить... Вернее, загородные лагеря должны не только летний период работать. Еще зимние, круглогодичные. Тогда они будут более эффективны. Эту задачу правительство Чувашской республики перед собой ставит. В части организации летнего отдыха здесь несколько министерств одновременно участвуют в организации отдыха наших детей. В том числе загородных, пришкольных. Это Министерство труда, Министерство здравоохранения и Министерство образования. Министерство образования в основном берет на себя функции организации обеспечения наших детей путевками. И организация учебных или воспитательных процессов. Учебные, почему говорю? Потому что у нас есть тематические лагеря, где действительно не просто отдыхают, а еще обучаются наши дети. И исходя из этого, мы на себя берем функции образовательные. А Министерство труда на себя берет функции организационные, обеспечение всего координации всей деятельности. А здравоохранение, естественно, обеспечивает медицинское обслуживание и оздоровление наших детей. То есть подготовка-то идет педагогических кадров? Ну, подготовка педагогических кадров как раз в том числе это обязанность Министерства. 500 вожатых мы подготовили или подготовим. Вот еще занятия продолжаются. Стараемся, прежде всего, из числа студентов, из числа педагогических, как раз получать педагогические профили. Это, думаю, как раз соответствует профилю их работы. Владимир Николаевич, на завершение нашей встречи я не могу не задать вам этот вопрос. Потому что очень много ходит слухов, в том числе и в интернет-изданиях. И между собой люди общаются. Говорят о сокращении числа сотрудников в Чувашском госуниверситете. Говорят о слиянии госуниверситета и педагогического университета. И говорят о том, что вы баллотируетесь на должность ректора педуниверситета. Вот скажите, так это или не так? Вообще, что вы знаете, что вы думаете по этому поводу? Ну, прежде всего, о сокращении штатов в наших вузах. Это не секрет. Действительно, она происходит. Сокращение вынужденное, с учетом того, что количество детей, или точнее количество студентов, обучающихся в вузах, у нас сокращается. Потому что из года в год, слава богу, она прекратится. Из года в год в колесе одиннадцатиклассников у нас становилось все меньше и меньше. У нас как раз демографическая яма выпускников одиннадцатого класса. Как раз мы сейчас будем переживать. Но я думаю, это вынужденная мера. Она связана и с тем, что еще люди в возрасте уходили. Обновление молодыми кадрами профессорских преподавательских составов происходило плохо или медленно, теми темпами, которые мы ожидали. Тут две причины. Первая причина – сокращение количества студентов. Вторая причина – это возрастной переход, разрыв, который произошел в преемственности наших профессорских преподавательских составов. Есть, конечно, и оптимизация расходов. Это тоже не будем греха таить. Потому что нужно все-таки зарплату на уровне держать. Лишние расходы нужно убирать, оптимизировать. Нужны управленческие кадры прежде всего. И эти ресурсы направлять на оплату труда наших преподавателей. Это тоже важно. Потому что труд преподавателя должен быть вознагражден. И, соответственно, он по указу президента России должен соответствовать соответствующим коэффициентам средней экономики. А что касается слухов и сплетен по поводу угроз, которые… И не первый год они, кстати, звучат. Объединение вузов двух, педагогического и Чувашского государственного университета. Ну, я не вижу пока и не хочу это предполагать. Потому что, да, такие возможности есть. Но все время надо исходить из целесообразности. А надо ли? Но ведь этот вопрос решают федеральные министерства. Они вот видят целесообразность в этом объединении? Или все-таки мы им доказываем, что нельзя так делать? Федеральное министерство без внимания или без учета мнения субъекта Российской Федерации, в данном случае правительство Чувашской республики, не решает. И это хочу подтвердить. Эти слухи ходили, эти угрозы были, когда педагогический университет был числе неэффективных. И в плане оптимизации там стоял такой вопрос. Поэтому тогда и угроза возникла. Мы сказали, такой вуз нужен самостоятельно. Он способен доказать свою эффективность. И последние годы педагогический университет доказывает свою эффективность. И вошел этот вуз в число эффективных. И сегодня педагогический коллектив вуза справляется с поставленными задачами. То есть в ближайшее время объединения не будет? Ну, в ближайшее время объединения такой задачи никто и не ставит. Наша задача подготовить, или точнее так, система образования должна подготовить соответствующие кадры для нашей республики. В том числе это педагогические кадры. И кто же будет учтелей готовить, если не педагогические университеты? И завершающий вопрос по поводу ректорства. По поводу ректорства ходили разные слухи. С учетом того, что я действительно, чтобы влиять на ситуацию, участвовал на выборах, чтобы изнутри знать процессы, выдвигал свою кандидатуру. Но процессы идут они демократично, открыто. Сегодня три претендента участвуют на выборы ректора. Они должны пройти соответствующую аттестацию, потом конференция. Я думаю, учредитель разберется на этих вещах. А для нас важно, что республика каждый раз имела влияние изнутри на выборные процессы, которые происходят в ВУЗах. Если учредитель сочтет нужным этих кандидатов поддержать, соответственно, так оно и произойдет. А коллектив, в конечном счете, все равно решает коллектив ВУЗа. То есть вы пока остаетесь в кресле министра, а в кресле ректора будет человек, которого выберут в университете? На данном этапе я работаю министром образования. Эта работа мне очень нравится, а то, что в педуниверситете происходит, мы пристально внимательно следим и оказываем соответствующую поддержку. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо, что ответили на наши вопросы и пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня в программе «Правительственная связь» у нас был министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. До свидания. До свидания. Продолжение следует...